Ближе к концу августа в условиях среднего поволжья начинает созревать урожай самых настоящих персиков. Персик, конечно же, культура нетипичная для нашего региона. У нас абрикосы не на каждом массиве растут, но все-таки попытаться можно. Вы часто спрашиваете у меня сорт моего персика в надежде, что именно он будет у нас хорошо расти и зимовать. Ничего подобного. Вы можете выбрать любой сорт персика, нектарина и попробовать адаптировать его на своем участке. У меня сорт воронежский. Он совсем не крупный. Плоды у него довольно мелкие, но они действительно очень-очень сочные и вкусные. Не уступают они тем плодам, которые выросли в южном регионе. Преимущество персика в том, что он может закладывать свои плоды на однолетнем приросте. То есть за год выросли новые побеги и уже на следующий год на них будет урожай. Если персик замерзает, то он дает новый прирост и уже на будущий год вы сможете получить урожай. Восстанавливается персик очень-очень быстро. В незначительной степени персик может поражаться грибными заболеваниями. Эти пятнышки красные можно увидеть на листьях. Но использовать для лечения и профилактики обработки меди содержащими препаратами ни в коем случае нельзя. После таких манипуляций дерево может погибнуть. Возраст этого дерева 4 года. Высота на данный момент составляет 2,5 метра. В зиму после листопада я стягиваю ветки бечевкой и дерево укрываю. Укрывать дерево нетканным материалом я бы вам не рекомендовала. В феврале или в марте под материалом скапливается конденсат, особенно в солнечные дни. В ночь мороз, и дерево может замерзать либо выпривать. Если вы все-таки решили взять нетканный материал, то предпочтение отдайте самому тонкому, то есть 17 грамм на метр. И используйте его в два слоя. Материал плотностью 60 грамм и плотнее ни в коем случае не берите. Пока позволяют размеры дерева, я закручиваю его хлопчатой бумажной светлой тканью. Для этих целей можно использовать старые простыни. Высаживать деревья персика в свой сад нужно исключительно весной. В наших садовых центрах и крупных сетевых магазинах саженцы уже далеко не редкость. В идеале я вам рекомендую посмотреть сорта канадской селекции, причем не только персики, но и нектарины. Мне тоже удавалось их в наших условиях прекрасно адаптировать и собирать хорошее урожае. И я уже не один раз вам говорила, что покупать саженцы вовсе не обязательно. Сходите сейчас в августе на рынок, купите самые сочные и спелые плоды, которые только вам понравятся. Извлекайте из них косточки и сразу же сейте на свои грядки. У меня осыпаются плоды иногда. И весной прямо под этим деревом я вижу молодые росточки персика. Давайте соберем урожай. Дерево совсем маленькое, но мы собрали целую корзину ароматных персиков. И еще часть слегка недозрелых плодов оставили на дереве. Поэтому смело экспериментируйте. Для посадки персика на участке найдите самое возвышенное место, где весной долго не стоит вода. И еще оно должно быть защищенное от северных ветров. В идеале сажать деревья персиков около сплошных заборов.